За моей спиной одно из зданий клиники Шерите в Берлине. Шерите французское слово означает милосердие. Так назвал эту клинику тогда еще чумной госпиталь в 18 веке король Фридрих Вильгельм. Это место трех веков немецкой медицины. Здесь в этом здании на последних этажах отделения нефрологии и реанимации. В этом отделении лежит Алексей Навальный. Почему мы снимаем здесь? Потому что режим повышенной безопасности. Мы стоим между двумя корпусами Шерите. Зайти внутрь мы не можем. Такие дни. Сейчас у нас здесь назначены две очень важные встречи. Борис Ельцин здесь был. Эдуард Шеварнадзе. Ангела Меркли сломала ногу, катаясь на лыжах. И тоже здесь. Юлия Тимошенко. Если я не ошибаюсь, Ющенко тоже после отравления здесь был. И Петр Верзилов. Я никого не забыла? Ну их наверняка больше. Просто наверняка больше. Арабские шейхи, мир новых русских. Чем так славна именно Шерите? Шерите университетская клиника, самая крупная в Германии. И в общем это такая вот марка. Это оплот науки передовой, медицинской. Сколько? Сколько здесь что стоит? Трудно сказать, потому что стоимость очень разная. Амбулаторный прием – это одна история, это не так уж и дорого. Самое дорогое – это пребывание в реанимации. По-моему, полторы тысячи евро стоит. Полторы тысячи евро в порядке сутки. В реанимации, да. Что такое дополнительные услуги здесь? Что такое здесь роскошь? Роскоши никакой нет. Все равно. Но обычно это, скажем, палата на одного человека. Там будут, я не знаю, какие-то ковровые покрытия в коридоре, например. Там будет сервис, там есть столовая такая нарядная. Ну, в общем, вот эти вот все такие дополнительные вещи, которые украшают, собственно говоря, пребывание, но не играют принципиальной какой-то роли в лечении. То есть не ковры и ламбрикены? Нет, ковров и ламбрикенов не будет. А клиника предоставляет какое-то жилье родственникам? По-разному. Есть благотворительные организации, которые предоставляют. Вот, например, клиника Гелиус, где лечат детей с онкологическими заболеваниями. У них там есть какое-то жилище для родителей, которые из других городов или из других стран приезжают со своими детьми. Ну, очень по-разному в разных клиниках. В некоторых нет. Как ты думаешь, почему Шарите? Я спрашиваю, это в связи с тем, что очень многие русскоговорящие пациенты выбирают, например, клиники Мюнкина. Читается, что в Баварии вот там самая жирная медицина, самое что ни на есть. Лужков лечился и в Баварии, в Баварии, в Мюнхене он умер, и в Берлине он тоже лечился. Да, по-моему, он тоже. Кабзон лечился в Берлине, причем в районной больнице, типа в горбольнице номер пять. Ну, просто так исторически сложилось, когда первые большие деньги стали появляться у новых русских. Они решили, что надо ехать лечиться в Мюнхен. Почему-то кто-то их туда привел, может быть, протарили дорожку туда, и как-то вот до сих пор считается, что в Мюнхене вся немецкая медицина сосредоточена. Что, конечно, неправда, потому что в каждом большом городе есть отличные клиники, большие, многопрофильные. Понятно, что все жители Германии лечатся у себя дома, если это не что-то очень особенное, например, когда надо поехать в другой город. Ну, если честно, клинику Шарите многие ругают. Да, я знаю. Дело в том, что Шарите – это огромное образование, это четыре очень больших кампуса. То есть это такая махина, в которой неизбежно происходят какие-то сбои. Человеческий фактор никто не отменял. Это еще очень зависит от каких-то конкретных отделений, да, вот как там руководство организовало работу, насколько это все там своевременно и по медицинской части вопросов у меня, например, никогда не было, но вот по организационной, да, могут быть какие-то вещи. Знаменитая немецкая бюрократия. Ну, к сожалению. Ну, тем не менее, все равно, вот есть какие-то редкие, например, заболевания или какие-то тяжелые случаи, которые, несомненно, вот ведут Шарите. Поэтому Шарите – это все равно, ну, не отнимешь этого, это все равно марка. Ну, вообще, Шарите – это 15 тысяч сотрудников, 17 медицинских центров в Берлине, эти клиники объединены. И здесь принимают в год 128 тысяч пациентов в больнице, в клинике Шарите. И почти миллион человек в год принимают амбулаторно. Когда вы сейчас пришли сюда, к Шарите, Борис, человек опытный, оглянулся вокруг и сказал, «Смотри, а я не вижу снайперов». Борис, а что, должны были быть? Ну, когда я увидел кадры, как привезли Алексея Навального в Шарите, я вспомнил практически день моего приезда в Берлин, когда мы пошли гулять на Александр-Плац, и в тот день приехал в Берлин президент Турции, и была огромная демонстрация курдов, и я увидел такое количество сил безопасности. И вот почему-то эти две картинки как-то очень наложились. Я никогда за все время жизни в Германии не видел, чтобы обычного человека или даже известного политика, но не главу государства, причем обычно так сопровождают глав России, Америки, Израиля, таким образом, с таким кортежем, с таким выраженным, я бы сказал, бренчанем оружием, сопровождали по Берлину. То есть для немецких властей это реально был такой, ну, то есть не только акт помощи и спасения известного политика, но и попытка показать, как они к этому относятся, и то, что они это воспринимают, я бы даже сказал, не просто крайне серьезно, а как какой-то, я бы даже сказал, террористический акт. То есть это сразу был какой-то политический жест, да? Да, причем для меня крайне нетипичный для немецкой политики, которая старается не выпячивать свои действия обычно, то есть не свою личную жизнь, не политические действия, то есть, как я уже сказал, передвижения по городу, мы их практически не замечаем. Борис, означает ли это вот такая, в общем, политическая демонстрация, что и врачи могут быть подвержены политическим мотивам? Слишком быстро они заявили, что это отравление. Есть такое замечательное немецкое слово, яйн. По-русски оно переводится и да, и нет. Скажем, я бы сказал, скорее всего, нет. Потому что очень сложно представить себе уровень давления, который надо оказать на немецкого профессора, заведующего клиники, чтобы он стал рассказывать какие-то вещи, которые не соответствуют действительности. Конечно, такое отношение к пациенту, ну, это нестандартное. Это очевидно, это все понимают. И уровень безопасности, в том числе информационный, абсолютно небывалый. То есть, есть газета Bild, которой удается практически всегда каким-то образом сделать фотографии, получить какую-то инсайдингскую информацию. Даже они за все это время смогли, максимум, что они смогли сделать, сфотографировать дверь его комнаты. Хотя никто не уверен, что это та самая фотография, та самая дверь. Вот. Поэтому действительно врачи знают, о чем идет речь, что это за пациент, что каждое их слово будет рассмотрено, оценено и может быть поставлено с ног на голову. Про это немецкие врачи тоже знают. Потому что я видел интервью, где спрашивали их о том, что знают ли они, как их слова российская пропаганда передает. И они сказали, что да, им это известно. Клиника Шарите основана в 1710 году. За это время, за все это время, в этой клинике проходило две пресс-конференции. Одна пресс-конференция в 1990-м, когда рак был обнаружен у Эрика Хонекера, и он лечился здесь. А вторая пресс-конференция была посвящена отравлению Верзилова. Петра Верзилова, который тоже лечился здесь. Третья должна была быть на этой неделе, но ее внезапно отменили. Как ты думаешь, почему? Потому что... Ну, окей, это как бы субъективно все, но мне кажется, что самое главное, что когда профессора и руководство клиники вместе с семьей будут давать такую пресс-конференцию, у них на руках должны быть стопроцентные факторы. Не просто группа отравляющих веществ, а точное вещество. Получится это у врачей? Смогут они это найти? Это очень такой сложный вопрос, на который мы сейчас не можем ответить. Кроме того, мы не знаем позицию семьи Алексея. Вполне возможно, что это их желание, и тогда вообще не играют никакой роли. Насколько важен с точки зрения медийности, с политической точки зрения отношения Германии, России и так далее, есть решение семьи, и это первоочередная правовая позиция. Ну, а русские врачи дали 50 пресс-конференций, написали 148 статей, постов в Фейсбуке и так далее, и так далее. Совсем другая позиция, открытость. В любом случае нужно понимать, что в Германии существует и достаточно жестко работает закон о защите информации. И, основываясь на этом законе, можно наказать любого врача, любого госчиновника, любую клинику. Это неважно вообще, речь сейчас идет о Навальном или о любом простом жителе Германии. Это раз. Два, весь мой опыт говорит о том, что немецкие врачи вообще крайне немногословны. И вот такой медийной славы и желания засветиться у многих или у большинства из них просто нет. Связано это просто с традициями, с немецким характером или, опять же, с какими-то правовыми ограничениями. Ну, сложно сказать. Наверное, все в комплексе. А если сравнить это с медийностью и желанием, в общем, дать пресс-конференцию, интервью, написать пост в Фейсбуке российских врачей по этой же ситуации? Ну, тут, мне кажется, мы просто сравниваем квадратное с кислым. Да, как бы, во-первых, очень сложно найти известных врачей или просто заведующих клиник в социальных сетях. То есть, вот, максимум, что есть, это, например, Инстаграмы, да, где они постят фотки из отпуска или, там, любимых композиторов. А такое, чтобы они вели блоги. Во-первых, у них на это нет просто времени. Во-вторых, я думаю, что у многих это просто прописано в рабочих договорах. И третье, немцы очень трепетно относятся к защите частной информации. Для немцев это такая ахиллесовая пятна. Ты веришь заявлениям российских, я не хочу сказать врачей, я хочу сказать администраторов. Все-таки главврач – это не лечащий врач. Я сын русского хирурга, русского врача. Папа всегда себя называет чеховским врачом. Я... С детства меня воспитали, что коллегам надо доверять. Но, действительно, я думаю, не только в этой истории, а вообще, если смотреть случаи тех пациентов, клиентов, которые к нам приезжают, очень часто это два мира. Администрация больниц и лечащие врачи. Мы видели в Омской больнице очень многих людей в штатском, чья профессиональная принадлежность сомнений не оставляет. А если мы зайдем сейчас в Шарите, или, может быть, здесь вокруг, есть эти люди, такие люди, спецслужбы, из-за этого, БМД, что там? Ну, я уверен, что есть, потому что на второй день было объявлено о том, что этим случаем занимаются спецслужбы теперь. И, наверняка, есть видимая охрана, которую видно отсюда. То есть, это и частные security, и полиция. Но и понятно, что внутри есть люди в штатском. У меня, конечно, вопрос, который я должна задать. Он очень неприятный. Я очень надеюсь, конечно, что Алексей быстро придет в себя и поправиться. Но вообще, как долго может продолжаться нахождение, то есть, содержание человека в коме, в Шарите? Ну, как бы, человек в коме может находиться, в искусственной коме находиться достаточно долго. Я думаю, все, кто интересуется историей отравления Алексея, слышали запись, как он кричал от боли. В самолете? В самолете, да. Я думаю, что эту запись видели в том числе те врачи, которые сейчас занимаются. и поэтому главная задача искусственной комы в том, чтобы защитить психику вот от такой боли. Ну, может, не главная, но одна из задач. Поэтому из этого состояния пациента выводят, когда у врачей есть уверенность в том, что этот болевой синдром может быть снят, купирован, и пациент не будет страдать, потому что если этот болевой синдром сохраняется, то, то, что они сделали для его организма, может оказаться просто впустую. Человек может находиться в искусственной коме в подобной клинике очень долго. Что такое очень долго? Ну, это могут быть и недели, и месяцы. То есть в какой-то момент понятно, то есть я знаю историю, когда человека выводили из искусственной комы, и после этого, когда стало понятно, что он не может находиться вне комы, его ввели обратно. Это такие бесконечные спекуляции, потому что мы вообще очень мало знаем, мы не знаем, в каком состоянии находятся почки Алексея, то есть насколько тяжелый урон был нанесен, что с его нервными окончаниями, синапсисами, совсем остальным. и многие вещи врачи могут увидеть с помощью различных обследований, но пока не существует технологий, чтобы просто заглянуть везде. И, естественно, когда они будут понимать, что он стабилен, они будут пробовать его вводить. Я предполагаю, что нам обо всем этом никто ничего рассказывать не будет. Отделение, где находится Алексей, называется отделение нефрологии и реанимации. То есть меня как раз не медика, я журналист, меня это сочетание удивило. Есть отдельно реанимационное отделение, есть отдельно нефрология, а это вместе. То есть речь идет не только о сохранности мозга, но и о сохранности почек. И здесь такое специальное отделение. Ситуация следующая, что основная масса отравляющих веществ выводится из организма через почки. Поэтому основной удар принимают опять же почки из себя. То, что есть такие отделения, ну в этом как бы и отличие Шарите от очень многих других больших больниц и клиник, что здесь занимаются всякими удивительными случаями, редкими случаями. Здесь есть опыт работы с подобными проблематиками, потому что совершенно очевидно такие отравления не происходят каждый день. и очень мало врачей имеют опыт. Я благодарю Бориса за этот рассказ и отдельно я хочу поблагодарить летчиков, экипаж капитана Кузнецова, которые посадили лайнер в Омском аэропорту, несмотря на то, что поступил звонок о его заминировании. я хочу отдельно поблагодарить лечащих врачей в скорой помощи, врачей в Омске и отважных медсестер, особенно одну медсестру, которая вела все-таки блок и сгоряча написала там, если еще один ФСБшник подойдет к моему больному, я возьму утку с мочой, и дальше не печатно. А молодец! А молодец! Спасибо, сестричка!